События 75-летней давности до сих пор покрыты завесой тайны. Тогда на заводе силикатного кирпича производились противотанковые мины. И хоть город Мытищи не принимал непосредственного участия в военных действиях, через него проходил второй рубеж обороны. В городе все силы и средства направлялись на создание оружия, здесь же формировались войска. Те события отражены во многих памятниках. А этот на улице Силикатной – один из самых трагичных. Ведь тогда при взрыве погибло более 40 человек. То есть это были и сотрудники завода, которые в годы войны изготавливали мины. Соответственно, данный памятник впоследствии был установлен. В рамках этого проекта «Историческая память» мы промониторили состояние исторических памятников на территории городского округа. И вот обратили внимание на то, что территория вокруг данного памятника запущена. То есть ее видно, что уже давно не убирали. Поэтому сегодня мы пригласили на это мероприятие юно-армейцев нашего городского округа. Мы пригласили ребят из молодой гвардии. Присоединились и коллеги по депутатскому корпусу для того, чтобы эту территорию привести в порядок. Акция проводится в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Это именно практическая работа на исторических объектах с участием молодежи. Молодежи по-прежнему не безразличны. Исторические места нашего города. Мы здесь живем. Этого еще мало, но мы личным примером хотим показать, чтобы к нам присоединялось все больше людей. Поддерживали такие идеи. Содержание мемориальных комплексов – задача в первую очередь этическая. Мы все в той или иной мере причастны к ней. И даже не в той или иной, а в полной мере. Сергей Берзин, Константин Химичев, информационная программа «День».